МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Поверила на 200 тысяч в городе вновь орудуют телефонные мошенники. Одно ДТП, пять пострадавших. Так авария случилась недалеко от Муравленко. Начало года под угрозой срыва. Будет ли готова пятая школа к первому сентября? Газпромнефть и Хеллибертон заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве для внедрения новых технологий и повышения эффективности работы на месторождениях Газпромнефти. Специалисты компании предоставят Хеллибертон актуальные данные о реализации конкретных проектов, а эксперты Хеллибертон предложат возможные оптимальные технологические решения. Одним из аспектов сотрудничества станет проведение специальных технических семинаров для сотрудников Газпромнефти с целью знакомства с основными принципами применения технологий Хеллибертон. В числе наиболее актуальных тем работа с трудноизвлекаемыми запасами, нетрадиционными ресурсами, глубоководное бурение и так далее. Стратегическая задача Газпромнефти – довести добычу углеводородов до 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента к 2020 году. По нашим расчетам, более половины нефти будет добываться с применением инновационных технологий. Повышение эффективности разработки зрелых месторождений и реализация новых крупных проектов связаны с технологическими вызовами. Для решения этих задач мы активно сотрудничаем с российскими и иностранными сервисными компаниями, выбирая наиболее подходящие для наших месторождений современные технологии. Отметил первый заместитель генерального директора Газпромнефти Вадим Яковлев. Среди обширного комплекса геолого-технических мероприятий, реализуемых в Газпромнефть Муравленко, для поддержания текущего уровня добычи на базовом фонде на месторождениях, находящихся на поздней стадии разработки, особое место занимает метод зарезки боковых стволов. Этот вид ГТМ широко применяется на Сутарминском, Крайнем, Венгаяхинском и Едапуровском месторождениях. Тему продолжит Эрнест Бавшин. Зарезка второго ствола представляет собой один из видов геолого-технических мероприятий, направленных на извлечение остаточных запасов нефти. По сути, это бурение еще одной скважины в зону нефтеносного пласта, не охваченного дренированием основного ствола. Как правило, при этом старый ствол закупоривается и не участвует в дальнейшей эксплуатации. Бурение вторых стволов охватывает практически все месторождения филиала. Лидерами зарезок вторых стволов являются такие гиганты, как Венгаяхинское, Сутарминское месторождение. В этом году у нас большой эффект обучих получен на Итапуровском, крайнем месторождении. Сейчас в «Газпромнефть-Муравленко» полностью выполняются плановые показатели по зарезке боковых стволов. Так, за семь месяцев этого года процент выполнения составил 129. Средний дебет запущенных скважин более чем в два раза превышает запланированной, достигает примерно 55 тонн в сутки нефтяного эквивалента. Кроме этого, для увеличения нефтеотдачи на вторых стволах начали применять многостадийные гидроразрывы пласта. В опытно-промышленных работах участвовал один из продуктивных пластов Венгаяхинского месторождения. Мы там получили фонтанирующий приток нефти в 90 тонн в сутки. Это хороший показатель. То есть это открывает нам определенные перспективы развития по программе разработки трудноизвлекаемых запасов. Зарезки боковых стволов играют еще и поисково-оценочную роль. В этом году при бурении вторых стволов были обнаружены новые перспективные участки, пригодные под эксплуатационное бурение. Это на Восточно-Пикутинском месторождении. Здесь после зарезки был получен дебет нефти в 200 кубометров в сутки. Также были найдены нефтеносные участки на Венгаяхинском месторождении. В перспективе – разработка трудноизвлекаемых запасов на Сутарминском и Муравленковском месторождениях. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик. Новости нашего города. Президент России объявил 2013 год годом экологии. Все мероприятия по защите окружающей среды проводятся под лозунгом «Зеленая планета». Сотрудники «Газпромнефть» Муравленко решили принять участие в экологической акции по посадке деревьев. Подробности у Эрнеста Бавшина. Муравленковские нефтяники накануне сменили привычные инструменты труда – ручки, карандаши и компьютерные мыши – на лопаты и вышли на улицы города. Так «Газпромнефть» Муравленко проводит акцию «Зеленая планета» в рамках года экологии. Несмотря на проливной дождь, первые саженцы были высажены на площадке перед социальным приютом «Солнечный». Это тот случай, когда корпоративные интересы, интересы компании, общественные интересы, интересы жителей города и личные интересы совпали. Мы все хотим жить в ухоженном, зеленом городе. Вот под этой едой проходит эта акция. Всего около приюта было высажено 25 саженцев. Еще 50 рябин и берез посадили вдоль улицы Муравленко. Но это еще не конец акции. В ближайшее время нефтяники займутся озеленением территории, прилегающей к жилым домам, построенным при участии компании «Газпромнефть». Всего за время проведения акции планируется высадить 150 саженцев. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик. Новости нашего города. В субботу в 11 часов утра на 315-м километре автодороги Сургут-Салехард произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы различной степени тяжести получили 5 человек. Среди них и несовершеннолетний ребенок. Водитель, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, двигался со стороны Ноябрьска в сторону Нового Уренгоя. По информации сотрудников госавтоинспекции, скорость движения была превышена, в результате чего и произошло столкновение с УАЗом. Иномарку отбросила на обочину, и она съехала в Кювет. Пострадали пассажирка Hyundai и ее несовершеннолетний сын, жителя Нового Уренгоя. Еще трое пострадавших в УАЗе, водитель и два пассажира. Жительница Муравленко попалась на уловки телефонных мошенников. На днях женщина обратилась в дежурную часть полиции и заявила о том, что на абонентский номер ее бывшего мужа поступил звонок с незнакомого номера. Звонившая представилась некой Маргаритой Седовой и сообщила, что производит возврат задолженности компании МММ-2011 и готова выплатить 460 тысяч рублей. Мошенница пояснила, что для участия в акции необходимо перевести 161 тысячу рублей. В этот же день доверчивая горожанка через банк перевела 101,5 тысячи рублей, а чуть позже еще 78 тысяч. Однако обещанную сумму компенсации заявительница так и не получила. Как пояснила потерпевшая, у нее были сомнения по поводу достоверности проведения акции. Но телефонная мошенница сумела повлиять и убедить ее, подобрав нужные слова. Ведется следствие. 58% россиян за единый учебник истории. Главный их аргумент – необходимость общепринятого стандарта – взгляда на историю. Среди тех, кто сам интересуется историей, эту идею поддерживают две трети таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. Кстати о том, что в России разрабатывается единая концепция истории, на основе которой будет подготовлен учебник для школы, известно 46% россиян, но в основном поверхностно. 52% впервые услышали об этом в ходе опроса. Наиболее информированными оказались москвичи, петербуржцы и высокообразованные респонденты. Ничего не знали на момент проведения опроса, об этом чаще всего жители малых городов и малообразованные люди. Учебный год не за горами, а школа не готова. Ученики и преподаватели пятой школы, скорее всего, встретят день знаний не в родных стенах. Заложниками непростой ситуации они оказались из-за подрядчиков, которые не выполняют условия контракта. Наспех установлены оконные блоки, горы строительного мусора и ругающийся на недобросовестную организацию персонал школы. Сегодня уже очевидно, ученики пятой отметят день знаний в разных школах города. У строителей отсутствуют материалы, работы на двух объектах – детском саду «Солнышко» и в пятой школе – простаивают. Ситуация складывается непросто, а ее заложниками оказались и система образования, и городские власти. Мы должны работать в нормативном поле, и согласно 94-му закону мы не имеем права выбирать подрядчиков, а должны подавать всю документацию на те или иные виды деятельности работы, капитальные ремонты, на котировки. В данном случае основным заказчиком двух вот этих объектов является, конечно же, городская организация управления коммунального заказа. Мы здесь являемся сторонними лицами, поэтому повлиять каким-либо образом на вот эту деятельность у нас вообще нет никаких рычагов. Напомню, объекты были сданы подрядчику ноябрьской фирме «Ремстрой Гарант» в конце апреля. Соответственно, образовательный процесс учащимся пятой пришлось завершать в разных школах города. В соответствии с договором подрядчик должен был выполнить условия и сдать учреждение заказчику к концу августа. В данном случае я понимаю, что это связано со стройматериалами. Лето, пора, ремонтов, объем в больших. И те предприятия, которые изготавливают металлокассету, которые вот в частности должны обустраиваться, фасады пятой школы и солнышко, они загружены работой. В данном случае я имею информацию о том, что кроме этого еще на заводах случилась поломка. Поэтому со строительными материалами выходит задержка. Особенно остро ситуация складывается в школе. Внутри здания различные виды работ выполняют несколько подрядных организаций, и их деятельность также задерживается из-за простоев «Ремстрой Гаранта». Работа ведется на всех уровнях, добавляет Марина Снычева. В Департаменте образования округа, в Управлении коммунального заказа, в сфере образования города. Но в данный момент объекты даже не включены в список учреждений, готовящихся к приемке перед началом учебного года. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. Не только хорошо отдохнуть, но и оздоровиться. 750 муравленковских детей нынешним летом поправили свое здоровье, не выезжая за пределы города. Усиленное питание, насыщенное натуральными витаминами, активный режим дня и интересный досуг помогут школьникам с новыми силами включиться в учебный процесс. Утром зарядка, в течение дня спортивные соревнования и походы, после обеда закаливание. Кроме общелагерных профилактических мероприятий, в медицинских учреждениях города проводится оздоровление в отделениях восстановительного лечения, лечебной физкультуры и физиопроцедур. Это касается воспитанников, которые часто болеют в течение учебного года или имеют хронические заболевания. По нашим данным, за весь летний период у нас более 20% детей, 750% тех, кто был в пришкольных лагерях, прошли это оздоровление. При этом медики говорят о том, что для часто болеющих детей такое оздоровление хорошо тем, что в течение следующего учебного года ребята заметно меньше болеют, значит посещают уроки и успеваемость становится лучше, как следствие. В поликлинике восстановительного лечения уже несколько лет для воспитанников пришкольных лагерей организованы процедуры. По сути, здесь для детей работает дневной стационар. За лето в ПВЛ оздоровились 60 ребят. Дети посещают процедуры с удовольствием, и многие из них приходят в поликлинику уже не первый год. В процессе лечения дети пришкольного лагеря получают электролечение в физкабинете, значит светолечение, это ультрафиолетовое облучение, фитотерапию, массаж. И по необходимости мы советовали тем детям, кто нуждается в платной виду услуг. Парафинное лечение, особенно страдающим детям с техандрозом или сколиозом. В лагерях ведь усиленное питание витаминизированное, что тоже хорошо сказывается на том, чтобы поправить и укрепить здоровье. Очень много витаминов, свежие овощи, свежие фрукты. Но, к сожалению, не всегда ребята наблюдают, когда едят. Видимо, родители не приучили. Хорошо едят сосиски, но, к сожалению, плохо едят огурцы и помидоры. За нынешнее лето в пришкольных лагерях отдохнули и поправили свое здоровье 750 ребятишек. 45% из них – дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. И это была завершающая информация выпуска. Впереди вас ждет прогноз погоды. А я желаю вам всего доброго. До свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 20 августа в Салихарде плюс 16. Ветер восточный до 2 метров в секунду. В Ноябрьске 11 градусов тепла. Северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Муравленко 20 августа плюс 10. Ветер северный до 6 метров в секунду. Ветер сеньом. Ветер сень. Ветер сень. Субтитры создавал DimaTorzok